Слушай, ну, попробуй. Я что-то наварил, мне того кажется. Слушай, ты не сомневаешься, я не сомневаюсь. Нет, ну ты скажи, я просто уже приелся. Что, солёное? Пересолил. Я тебе говорил, мне соли так много. Ай, всё, давай я воду добавлю, если ты легче станешь. Если слить её, допустим, и масло у тебя есть, то есть сливочное. Не знаю, сейчас фокус покажу, с маслом появится. Новый трюк придумал. Короче, смотри, нам нужна... Ну, любую вещь, смотри, какая тебе нравится. Это, вот это. Ну, папа, вот эта вот штука, что это у нас? Какая-то... Ну, ложечка, например. Штука. И мы, короче, смотри. Тепло, энергию набираешь. И сейчас будет... Опа! Чудо! Нет, это клево, конечно. Я показываю фокус какой-нибудь. И мне вообще больше всего нравится, когда эмоции. То есть люди становятся как дети. Потому что они привыкли уже, они все взрослые, такие серьёзные. А там уже видишь такие искренние детские улыбки. Вот приятно это становится. Это основное, чем я получаю на удовлетворении. Мама с папой сначала так улыбнулись. Ну, так, детская забава. Ничего больше. Со временем, ну, не верили, наверное, в это. Потому что мама учительница младших классов. Папа предприниматель. И как бы привыкли деньги своим трудом зарабатывать. А тут что-то... Пришёл в фокус-пол, показала, хопа, выжить богатая. В первое время у меня было не очень много выступлений. Денег хватало буквально, что... Не знаю, ну, пойти, там, купить, поесть что-нибудь. Там надежды не очень хватало. Ну, вот сейчас, слава богу, выступлений много. И хватает даже больше. Чем, можно сказать, некоторые семьи зарабатывают за месяц, месяц. То есть людям, наверное, чего-то не хватает. Чего-то позитивного, чего-то магического. Вот я пытаюсь на выступлениях хотя бы это как-то компенсировать. Бумага белая. Да, белая бумага, то есть мы её показываем. Ну, в виде денег. Я её складываю. Беру и вот такие вот легкие движения подцепил. Опа. Тебе надо пряник. Клёво! 100 баксов! Берём одну мою руку и вплотную, ну, обычно, второй, третий звено, второй, второй, третий. Вплотную мою руку закрываю. И буквально, ну, не вылезти. Можно так сидеть до тех пор, пока не откроет. Я могу одним поворотом вот так вот достать руки. Смотри. Ещё раз убедись. Руку попробуй, так ли вытянем. Не, не, всё, не встрякся. Смотри. Смотри. Раз. Два. Три. То, что я показываю, называется направление уличной магии. То есть это новое совершенно направление. И вещи показывают с фокуса совершенно с любыми вещами. Я не видел все фокусы Копперфильда, которые у него есть. Но те, которые я видел, я их все знаю. В детстве сам тоже был стеснительный. То есть я был такой тихий, спокойный мальчик, никого не трогал. Не мог представить, что буду фокусником. Никогда не мог даже до этого догадаться. Я могу только если поднимать некоторые там предметы, маленькие, воздух, энергетику. Потому что, чтобы дальше развивать там людей, воздух поднимать, то на это идет очень много времени. И я думаю, это нужно познать больше себя. Я стоял пять минут, и никто не подходил. Никто. Вот потом только в конце, я помню, нищий подошел такой и увидел, и говорит, слушай, дай закурить. У нас молодежи, можно сказать, не дают полностью раскрыться. Ребенок рождается и идет в детский садик. И в детском садике он получает свой первый навык. Называется «Ешь, что дали». То есть это переносится в жизнь. Он растет, его подготавливают, что он должен быть там врачом. А вот такие профессии ребенок говорит, я хочу быть космонавтом, я хочу там быть певцом, но все засмеивают. И когда человек даже пару раз пытается, он говорит, да что ты пытаешься, вот все одинаковые. Ну, как бы не тянется к этому. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Люди, которые привыкли делать то, что не хотели, они взрослеют такими более открытыми людьми. И именно эти позитивные люди, если складываются так обстоятельства в жизни, что-то он встретил или он что-то мечтает, оно обязательно получается у него, сбывается в любом случае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова